Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас сегодня с вами расклад на тему, что о вас думает начальник, да, что о вас думает ваше руководство. У нас с вами будет три варианта. Подумайте, пожалуйста, о вашем руководителе, да, о вашем начальнике, директоре. Итак, такой вопрос, что этот человек думает о вас? Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Так, выбирайте, пожалуйста, и будем смотреть. Я прошу прощения, у меня тут компаньон шумит мой. Так. Итак, первый вариант. Давайте посмотрим, что же о вас думает ваш начальник. А знаете, ваш начальник видит в вас своё отражение на самом деле, то есть мысли его о вас хорошие. Видит он вас как хорошего, благородного человека, при том человека, который следует своей мечте, да, и своим устремлениям. Поэтому, знаете, он как будто бы на вас смотрит и видит вот свою копию, что как будто бы когда-то он был или она были такими же. То есть вот что-то есть родное, что-то есть родное, что-то есть такое, что связывает вас. И знаете, ваш начальник, скорее всего, что думает, что встреча ваша, она не случайна, и вы попали вот в эту компанию, да, вот к этому человеку не просто так. Ну или же он пришёл, или она пришла. Ну, в общем, может быть, руководство у вас это появилось тогда, когда вы уже работали на этом месте. Не суть. Но здесь есть определённая тесная связь. Любовь, да, любовь, привязанность, гармония. И ваш руководитель думает, что ему с вами повезло на самом деле. Ну, давайте посмотрим ещё. Ну, смотрите, тайна. То есть человек, скорее всего, что вам может и не показывать свои чувства, вот, скажем, своё отношение к вам, истинное своё отношение к вам. Но строит по отношению к вам достаточно такие серьёзные планы. То есть человек понимает, что ваша связь с ним надолго, и вполне вероятно, что вас ждёт какой-то карьерный рост, и ваш начальник, ваш руководитель может поспособствовать этому. Потому что вы друг друга как-то дополняете. В принципе, вам может идти как бы благополучие от этого человека. В то же самое время и вы приносите удачу и благополучие вашему руководству. Вот как-то так. То есть у вас идёт определённая такая тесная связь. Энергетическая, да? Я не говорю о том, что там может что-то где-то быть. Нет, я говорю по поводу энергетической связи. Вот как-то так. Такой получился у нас с вами первый вариант. Я благодарю вас за внимание. Мы переходим ко второму варианту. Итак, второй вариант. Что же о вас думает ваш руководитель? Ну, смотрите. Ваш руководитель видит вас как такого серьёзного человека, возможно, немного надменного. И думает о том, что вы держите как будто бы весь мир в своих руках, что вы обладаете большими знаниями, что вы являетесь грамотным, хорошим специалистом, что, в принципе, вы даже как будто бы уже выросли из вот той должности, которую вы занимаете, что вы достойны большего, лучшего. И вот у меня такое ощущение, что ваш руководитель вас немного побаивается. То есть вот есть какой-то перед вами страх. Ну, давайте посмотрим. Он или она к вам очень привязаны. И страх, скорее, здесь может заключаться в том, что вы можете уйти, допустим, что если вам придётся по какой-то причине расстаться, что вы уже здесь как бы отработали и можете отправиться на поиск другой работы, более лучшей, скажем так. Потому что человек уверен в том, что вы достойны лучшего, большего. Может быть, он или она об этом вам не говорят, но это видят, это понимают, об этом думают. И здесь идёт глубокая привязанность к вам. Человек, ваш руководитель, может себя позиционировать как серьёзно, он такой вот весь, знаете, что не знаешь, как к нему подойти, как подъехать. Но на самом деле в глубине души этот человек перед вами рабеет и стесняется, возможно. Вот как-то ему неловко. И вот такое ощущение всё-таки, повторюсь, что вот он у вас побаивается. То есть вы для этого человека являетесь достаточно серьёзным таким авторитетом. ну, как-то так хорошо о вас думает. Вот такой у нас получился с вами вариант. Да, я благодарю вас за внимание. Мы переходим к третьему варианту. Итак, третий вариант. Что о вас думает ваш начальник? Ваш начальник думает, что вы, по сути, ничего не делаете. Что отчасти вы ленивы, что отчасти вы как-то не замотивированы, то есть что вы не хотите выполнять какую-то работу, что эта работа не представляет для вас особый какой-то интерес. И что вы видите мир, какой-то процесс ваш рабочий немножко иначе. Не так, как видит ваш руководитель всё это. Что вы как другой человек, с другими взглядами, с другими понятиями. И вот смотрите на всё происходящее как-то по-другому. Но ваш руководитель думает, что вы слишком много времени отдыхаете, что вы не переутруждаетесь, не гонитесь за какими-то достижениями, что вам это в принципе не надо. Здесь, может быть, у вас с этим руководством, руководство ваше думает по поводу того, как провести с вами какую-то серьёзную беседу, разговор, и задать вам определённый какой-то тон. Либо же это может быть какое-то направление новое в делах, либо же человек может вам сказать, чтобы вы искали другое место работы. То есть у нас выпадает компас, то есть найти другую дорогу, другой путь, другое направление. То есть человек вами здесь недоволен. Недоволен, потому что не видит с вашей стороны. Повторюсь, не факт, что вы такими и являетесь на самом деле. Это прежде всего мысли вашего руководителя. Он вас так видит, он о вас так думает. И здесь есть с его стороны определённое недовольство, потому что он считает, или она считает, что это место, скорее всего, что должен занимать другой человек. Более энергичный, более целеустремлённый, знаете, вот как-то так. И ваш руководитель считает, что вы просто не проявляете интерес к тому делу, которым вы занимаетесь, что вам это неинтересно, скучно, и вот как-то так, что в целом вам это не надо, что вам необходимо что-то другое. Вот такой вот у нас получается третий вариант. Вот такие мысли у руководства. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!